Так, 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 вы вышли из портала, у вас под ногами была какая-то насыпь, с которой вам сразу пришлось спуститься. И я тут раз наврал, небо не красное, небо синее такое, и кое-где видно звезды. Можете кинуть. Знания. Барбусские. Давай. Про специальные абисовские знания. 24. Я уже кинула. Жду. В общем, тебе кажется, что, судя по небу, ты слышишь, что где-то недалеко плещутся вода. Тебе нормально. Рядом это блеет химера и воняет козлятиной. Вот. Тебе кажется, судя по всему, что это 72-й план. Сейчас собирался висеть. 72-й план. Тебя книжечка по обвису? Я с детства собираю записи по обвису. Ты себя с тобой носишь? Нет, она у меня была легкая, парка. Я уже давно просрала эту книжечку. Чего? Ты муробры жизни помнишь? Так, а теперь я сейчас буду искать. Чертолка Герасима, боелочу Герасима, знаешь. А, нет, чертой, чертой Герасима. Я, в принципе, чертоги наплю зла, как бы ничего. Этот план называется... Этот план, слой называется Дарк Лайт и управляет им... Как это? Женщина-лорд. Леди? Леди, да. Леди-нактикула. Как? Мантикула. Ноктикула. Ноктикула? Да. А кто она? Она сестра и любовница. Сейчас я произнесу. Это все, как генота. Вот. И, в общем, этот план, он служит охотничьим угодьем. Ноктюрный, который... Ноктикулый. Она очень красива. Ноктикулый. Она такая, у нее... Такая, как сказать-то, как... Женщина-инкерисуцу с крыльями. А, на суху. Которые... На них какие-то светящиеся руны. У нее копыта, по которым стекает лава. У нее, по-моему, три хвоста с шипами. И она вот... Так она на суху? Ну, по-моему... Но она считается, как лорд-демон. Она не считается судьбой. Лорд-демон. Ага. Да. Короче, тут прикольно. А ее брат и владелец... Владелец 597-го слоя. И бесконечного дворца борделя. 666. Сотой бесконечный дворец борделя. 666. С садами, скульптурой, роскошными залами. Вот я бы садил к брату в гости вообще. А еще, когда она двигается, за ее... Ну вот, когда делают движение, за ее руками, чем она там двигается, лунный свет такой струится. Слушай, я беру, мы должны с ней познакомиться. Она вот просто шикарная женщина. Это просто шикарная женщина. Я думаю, не знаю, я ее пока не видела. Мои пары не знали. Ну, судя по описаниям... Так вот, давайте поспите сначала. Нам надо отдохнуть. Мы сколько шлялись там по этим всем? Да. Вы больше суток там шлялись, получается. Учитывая, что у нас не заклинание, ничего. Как бы давайте поспите. Короче, ложитесь, я покараонлю. Ты... У тебя на тонкий слух было больше, да? Ты слышишь, что периодически вот мимо вас кто-то шуршит. Причем за пределами видимости, средней. Ну, шуршит. Пока он к нам не подходит, я... Там земля такая вот, ну, наполовину песок, наполовину земля. И такой вот кто-то вот под когтями по этому песку такой ходит. Я, короче, так, шепотом на обиском спрашиваю. Эй, кто-то? Что ж, Круфор, вот это вот называют, это как называется. Я сейчас готовился, все подобрал. Где все то, что я собрал? Она уползла. Ну, ты в следующий раз закрываешь, как мы очень активно. Песня, да. Видишь, как ты гнешь? Потому что она песня, да. Все очень логично. Мы с автором этого стихотворения логичны. Я впервые увидела эту логику. Что, по-по-по. Белый, я 23 года, сейчас мир сломался. Полина, ты меня пугаешь. Это бывают такие моменты. Да, я сам прекрасно делала. Ну, что ты, я где-то. Ну, то есть, это же безумно логично. Я бы в колу это вообще не приходила. Да, бывает, реально так бывает. А бывает, тогда вроде бы знаешь, а потом вдруг осознаешь. Это разные вещи. Знать и осознать. Да, причем, ну, типа, если бы мне еще этот... Меня спросили, почему безлипатно взялась. Я думаю, что это вообще не открыто. В общем... Маштина и полна ужасов. Ты... Тебе химера говорит, смотри, там кто-то смотрит. Да я слышу, что кто-то смотрит, он мне не отвечает. Трулья, фикс. Я только еще раз. А сколько у него глаз? Один, но много. Может, это мучки? Может, это бихолдер? Один, но много. Шуршит. Знаешь, бихолдер. Шуршит. Ну ладно, пусть шуршит. Ну, ладно, пусть шуршит. Я бы где он. Я ему на обисковку говорю, ну, если что, подходи, познакомимся. Я к химеру спрашиваю, а как далеко они? Химер показывает. Ну, вот где-то вот... За пределами. Да, за пределами видимости, где ты четко видишь. Это сколько метров? У тебя сзади на листочке написано, если ты эль. Солнечное зрение, да. Да. Есть это, не помню просто. Солнечное зрение у меня написано, но не снизу. Ну, не снизу. Два раза дальше, чем у людей. Ну, видишь, ты слышишь, что это кто-то подходит, и ты видишь нотика. У тебя лопата. Я говорю, здрасте. Он на тебя смотрит. Нет там нотика, сказал он. На встречке. Я нотиков нигде нет, я его потеряла, он у меня с собой был. Но в монстретнике больше помню. Я его буду знать, я скажу, привет, слушайте. Ты знаешь столько всего. А давай мне... Может, ты можешь мне информацию какую-то подкинуть? Ты слышишь это. Такие, знаешь, вопросительные интонации были. Ему стало интересно. Слушай, ты никогда не слышал историю про ваших местных демонических львов и эльфов лунных, про династию лунных эльфов и про демонов. Он такой начинает вокруг тебя прыгать, ну не вокруг, а вокруг, но расстояние такой прыгать, такой... Расскажи, 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 не слышала, расскажи просто. Ну, я пока караулю, я, короче, ему рассказываю, что какая-то была история такая, что когда-то давным-давно там в Альбисе каким-то образом туда попали, попал один лунный эльф. И каким-то образом он связался с демонами, и что было дальше, никто не знает. То ли там какое-то проклятие, то ли там какой-то долг крови, то ли какая-то кровная месть. И с тех пор эти лунные эльфы носят фрумирую демонических зверей, и мне жутко интересно узнать, что тогда случилось. Так, а повтори мне вопрос еще раз. Не знаю, если он что-нибудь в этой истории. А как ты уточнял? Вот про лунного эльфа я помню, а... Демоны, с которыми он был связан, да. Что там была за история про демонов? Он такой-то прыгает вокруг тебя, такой, говорит, подари, что-нибудь, подари, я расскажу, я слушаю. Я даю ему колечко. Ты вот к нему подходишь и даришь колечко? Я кидаю мне колечко. Он такой-то подсканкивает, берет колечко и ускакивает обратно. И говорит, что на этом плане жил один демон, которого звали Ерит. Ага. А эльфы? Эльфы не жили. Эльфы очень быстро тут умирают. Да, это как бы не мудрено. Ух ты. А он как-нибудь связан был с эльфами? Да, я не знаю, я себе. А куда он делся? Пропал. А потом пришел. А сейчас он где? Заточен. Ух ты. А где? Тут? Чего сделать? Нет. А как он выглядел? Ну, клоун из демонов не знаешь, что ли, да? Только слухи хоть. Прикольно. Спасибо. Ты классный. Вы много знаете. А, да, клоун. И слюной капает. Ну, я пока дежурю, Даша. Я ему все-таки байки травлю. Всякие барберские. Я теперь после членов дескона байки совсем по-другому скажу. Я ему байки травлю на 35. Он не валира Семере, и Семера так это... Я тебе не говорю, типа, спокойно. Я как дядя, с конца репнотиком кидается, я... Саппортийцев едой кидаюсь. Хобби было такое, ну... И вот и дежурь. Окей. Ой, киньте еще одну внимательность. Не могу, потому что покормить заранее. 13 на внимательность. Столько же, я тебе становлюсь. Вы такие сидите, вынимаетесь своими делами. И в какой-то момент вы видите, что через вашу лагерь пролетает такая вот тень темная. Она такая на вас не сильно реагирует, просто такая берет и пролетает. Я пытаюсь поднять, что будет там. На знание славы 20. Она похожа на, знаешь, вот как будто призрак. Как обычно представляют призраков человечество. Вот она как призрак, только темная. И она как бы на вас не реагирует, только ух, ух, ух. Нет. Ты сейчас будешь со всеми разговаривать, а потом он на себе внимание обратится, живет. Утром поищем. Сейчас мы отдохнем немножко, чтобы заклинания были, там силы слегка. Чтобы хп можно было восстановить. И за 40. 40 прошло. Я бужу. Ой, я забыл, что вы так делаете. Давно вы не спали. И отправляюсь в миссию. И отправляюсь в миссию. Я тебе рассказываю, что планотик подходит. А он не сильно далеко ушел. Он возвращается. Вы тогда поменяете, что он возвращается. Я рассказываю, что планотики. И что они классные. 12 на внимательность. 13 на том писем. Ну на том писем ты видишь, как приближается нотик, как он такой дышит и капает соленой на песок. Это что это у нас тут такое? Хорошо. Это она приходила пообщаться. Это нотик. Он приходил пообщаться с Делином. Делин на ногу колечко. Я не поняла, сказала ли ему нотик что-нибудь важное. Я не слышала. Они телепатические общения. Вот так вот сидели, смотрели друг на друга и общались. Я помню, Делин кидал у него колечком, а нотик убежал. Успорел у него еще немножко и убежал. Так что это ты потом спросишь. Смотрю на Делину, он вообще адекватно сидел? Я делаю, что я сплю. Нотик такой вот сидит, рассказывает. Я так медитирую. Расскажи. Что? Я так летом. Что-нибудь расскажи. Ничего, люди не любят, они веселее будут. У меня такой рассказчик. Да ладно, что ты... Ты можешь рассказать. Я рассказываю страшную сказку про черную жижу. Он очень радуется. Ты мне что-нибудь расскажешь. А ты не знаешь ничего про черную жижу? Ему рассказывают то, что я знаю, а вдруг он ничего не умеет. Он говорит, что слышал про черную жижу. Про вот этих вот, на горке. Да, он тебе рассказывает, что... Слышал, что в башне пыток есть такая... Жижа? Да. Где у вас башня пыток мы туда не пойдем? Да что? Да ты маленький, пошли с нами. До того, как стал Дотиком или после? Да. Кто? Ну, он говорит, что я магом был. А, ты с кем? Энжи. Энжи. Давай его возьмем. Вы теперь всех магов собирали? Не Терезой вы были, нет? А то знаете... Я слишком много чего помню другого, чтобы помнить, кем я был. Разве я не хорош? И одним глазом. Сойдет. Смотрите, кажется, химера. Химера такая. Может, она тебе тоже что-нибудь расскажет? Она тоже раньше была не химерой. А я про тебя уже все знаю? Что не обсмотрела? Расскажешь. Неудачник. Расскажешь. Расскала неудачник. Ну, они полезли в лабораторию к магу, хотели надыбать там сокровищ, влезли, заблудились, влезли в хаос, превратились в химеру, не смогли вылезти, стали там долго жить. Правда, вот, пожрали кучу приключенцев, которые тоже лохи, которые туда лезли, сокровища, набрали приличный угол. А потом вот он их покормил. Слушай, а ты вот таким на фаероне стал или тут? Да. Это хотя бы избавляет нас от того, что если мы здесь, там, не знаю, что-нибудь сделаем, то это не так, что мы будем делать. А главное, что она поняла. Она мне грозит на мани. Мы не мани. Ну, тут как сказать. А, да, простите. Так, киньте еще раз. Выживание. Я сейчас слышала, думаю, вот это поворот. Мне на мудрость. Зачем мне вслух говорить слова? Одиннадцать. Я нотик вам в телепорации. Девять. Что-то у меня с мудростью. Одиннадцать. Ага. Вы, вам кажется, вот где-то в темноте, далеко-далеко какой-то вот блик не мелькает, а как бы такая вот какая-то светящаяся точка такая пролетела и исчезла. Что было? Ну, я могу пробовать на знание магии, но... Чудрестопад. Ну, не могу. Я могу на знание магии живаться один. Курит кто-то, наверное. По-моему, очень далеко не понятно. Ты не можешь определить природу. Может быть, фаербол кто-то кинует. Попробуй, знаешь, что, на выживание что-то такое, понять, насколько это далеко от нас, насколько оно большое в реальной жизни. Ну, потому что курит кто-то и фаербол, это немножко разные по объему вещи. Вы-то тут сидите 14 в небо и видите, что по небу пролетает женщина. А где-то я? Не очень. Да. Меня сбудите. Из-за ней такое-то, ну, такое небольшое свечение такое, лунного сияния. Не дыши. Я думаю, что нас тут нет. Дерри, ну, не смогу. Я и так не дышу, а что это? Хозяйка не осталась. Откуда ты заслужила? Нет, я с ней уже виделись. Я вам про нее рассказала. Антарин ее рекламировал. Ну, если бы она предлагала что-нибудь купить, я бы купила, конечно, но... Я бы купила. На все свои. Судя по количеству одежды, за ней... Все бы купили. Она может продавать... По копытам, лава, все что угодно. Такая вся. Ну, ладно. Я заметила. Внимательность, я же не спешу. Очень эффектная женщина. Ты даже с ее глазами не делаешь. Не заметила. Ну, я могу открывать. Ты знаешь, у нее просто прекрасная женщина, вроде, в двух метрах появляется. Он такой... Чутье. И сразу, да, в направлении определяет. Нет, она их не замечает. И на тонкий слух у вас сколько было? Двенадцать. Вы слышите не очень далеко плеск воды и такое ощущение, как будто что-то протащили по песку. Вот. И какие-то голоса. Я туда осматриваю, насколько это хватает. О, двадцать четыре. Ты не видишь. Тебе кажется, это очень далеко. Но так как какие-то своды потолка, подобие потолка и пещеры, то звуки раздаются далеко слышно. Тем более над водой. Вот. Но ты слышишь, что кто-то переговаривается. И по голосам такой, знаешь, какой-то азарт, как будто люди пришли чем-то заниматься. Ну кто-то пришел чем-то заниматься. Существам. Кто-то пришел чем-то заниматься, да. Лан, охота. А, это вот тут с ним. Нотик еще не стоит сидишь. Уходим, нет. Ну, тут самое. Ну, да. Тут много охотников. Я спрашиваю, кто-то не видит, что там происходит. Он говорит, тут охотники. Прячься. А кого поймают? Там какие-то охотники. А кого попало? Подъем. Тут охота. Подъем. Нет, ну они кого-то тащили? Нет. Сказали, прячьтесь. Ну, куда как бы вы тут? Ну, вот то место, на котором вы находитесь, как бы там темно, поэтому видно очень мало. А странно, это просто земля ровная и как бы рядом вот этот вот холм, с которого вы практически свалились. Так мы же просто потихонечку тут продолжим отдыхать. А гость принесет? Поищи. Ну, ладно, потом. Я иду, короче, посмотреть туда. Я крадусь. Я с Жальком положительно. Я крадусь на 14. Я не хочу. Я ловлюсь на разуме подражения. Нет, тебе надо напрячься. Для них демонов. Напрячься, надо тебе. Это для обычных существ невидимых. Напоминай, ты можешь как бы про демонов, но не на истинного зрения. Они видят невидимых существ. Особенно охотные. Правда, нет. Посмотрим, ладно. Будет слишком опасно. Короче, идем. И я на внимательность четко исходит 11. И на тонкий слух 4. Нормально. Я занят тем, что вы будете беседу. Я и пойду нечет. 1 на внимательность. 7 на тонкий слух. Р. Разведчики. У тебя у меня сколько я сказала на внимательность? 14, 14. Да. Или 11. А на тонкий слух у тебя сколько? 11. А, на тонкий слух у тебя сколько? У меня лучше. У меня на внимательность лучше. Вы таки идете, 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 и впереди видите такое вот легкое-легкое свечение такое голубоватое, немножко знакомое. Похоже на источник? А на что похоже? На грибы. На светящиеся грибы. Воздух становится более влажный и теплый, и вы таки выходите, и там такая, знаете, полянка грибов. Причем там пещера начинает сужаться, как бы видно стены такие вот, и на них такие грибы растут. Ага. А разговоры не слышно? Вот с той стороны, откуда вы идете, были слышны разговоры, но сейчас как-то стало потише. Или куда? Вот вы идете в ту сторону, и с той стороны были слышны разговоры. А, ну да. Вот, но потом стало потише. Ага, ну надо идти дальше, не смотреть. Мимо грибов, чтобы их не коснуться, надо идти с акробатикой, ловкостью. В принципе, сейчас... Сейчас, погоди, вдруг я знаю эти грибы, на знание плана, 21. А тебе кажется, что это такой кусок царства Меконидов. Там разные грибы есть, какие-то... А веки пыльмей там тоже бегают? Ну, таких много, ладно, пусть веки пыльмей не бегают. А первые грибы, которые ты встречаешь, ну там есть несколько съедобных грибов, есть огненожки, есть языки безумия, есть бычкомлажки. Я же узнаю. Я помню языки безумия. Они живые? Они, они просто грибы. Да, я срываюсь несколько съедобных грибов, чтобы кремлю принести. Она голодная. Вот ведь из-за тех, кого вытащили из подземелья. Ты такой, срываешь несколько грибов и видишь, и с темноты на тебя глаз такой. Это нотик. Да. Ты же самый, да? Кто там разговаривает? Ну, это походники. А демоны? Не узнал. А кто? Угу. Вот такой, ты что ж, я их знаю, что ли? Демоны что ли не различаешь? Ты же умный, да все умные различать. Я от них прячусь, они всех убивают. Ну, ладно, я пойду к своим, хочешь гриб? Он такой наклоняется и прожевывает один гриб такой, выплевывает вот так, демонстративно перед тобой. Это не тебе, это химия. Я иду, короче, дальше. Ты видишь, вот, такое, как здесь, несколько больших грибов растет, вот, по пути вашего следования несколько больших грибов растет. Тоже очень знакомые такие. Здесь гуды какие-нибудь, нет? Ну, блин, я уже знала, что их подстава будет. Я мимо них аккуратненько прохожу. Давай, на... На кроватиками есть. Давай, на кроватик. А мне надо. Надо. Как ты, надо. А-а-а-а. Тридцать-шесть. Вы таки проходите. Видите, на том, что... Тринадцать. Тринадцать. А-а-а... Вы слышите за собой такой вот это... Лапы такие поиску. Филу, сиди, ты сейчас их тут активируешь. Он обиделся и ушел. Ну, ходи. Посиди там, подожди. Как тебя зовут? Да, блин. Опять, да? Я какое-то ждало придумал классное имя, но забыл. Как сказать, я всех вам буду называть. Он говорит, меня зовут Фила. Вот, будешь... Так, Фила, посиди тут чуть-чуть, мы скоро придем. Ты можешь походить с нами, я тебе еще много историй потом расскажу. Да пока посиди тут, мне не забудь ни наших грибов. И ночь-кучка дальше. О, можно. У меня есть семья, и другие звери. Вы-таки идете, Филя, идете и... Чемодан надо, и шарик мне. У тебя есть? Чемодан? Это волосы, это волосы, это волосы. А, вот это. Какое-то, знаешь, нужно теперь вот это? М-м-м. Смейся на внимательность еще. Слышь, ты слышишь? 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 Мимо вас пролетает... Женщина? Нет, нет. Проносится вот где-то вот вдоль стены. Такое, похожее на призрака, только светится золотистым сияем. И он такой, где-то там проносится и... Вы смотрите там это, следите тоже. Сейчас к вам прилетится. И вы слышите, что следом за ним кто-то летит. Ну и в принципе летите. Что? Что? Это брок. Он типа охотится за ним. Ах, он как, ему не стыдно. Сейчас я его чем-нибудь не люблю броков. Это у которого золотистый. Кто он такой? Он похож на призрака. Похож на призрака. Я ему говорю, чтобы он летел сюда. А ты ты слух ртом говоришь? Я говорю слух ртом на виском. Он обращает на тебя внимание, но прилетает мимо. В рог на какой высоте летит? В рог летит, ну то есть, призрак где-то летит на высоте метра от пола. И в рог примерно, он большой, он где-то тоже где-то там летит. На высоте тоже метр от пола? Да. А где он далеко от нас? На метр по шестидесяти от вас он летит. Ага. А если вот он уже мимо пролетел, то значит в рог сейчас тоже мимо пролетел. Ну да. Я достаю портативную дыру. Так. И пытаюсь, короче, вот знаешь, ты так вот на пути у рога так вот ею махнуть изящно, чтобы он не взлетел. Ну смотри, он летит метр в шестидесяти от вас. В смысле не вот так вот в шестидесяти, а вот сбоку от вас в шестидесяти метр. Если ты хочешь его поймать, тебе надо туда-то. Я, сейчас, я просто химеру. Химеры тут нет. У меня все есть гораздо проще. Короче, я постую две измерения. И останавливаюсь перед рогом с дырой вот так. То есть я постую так, чтобы встать. Хорошо. Я покорячу туда. Хорошо. В рог еле-еле успел затормозить перед твоей дырой. И решил тебя куснуть клювом раз уж ты тут такой стоишь. Кстати, кинь на внимательность, пожалуйста. Девятнадцать. В момент опасности я стала приснимательным. Тебе кажется, что ты немножко светишься. Ааа! От грибов? Да. Таким золотистым свечением. А это, кстати, от Джек светится, не видимо это. Это было бы, кстати, вот если Джек еще на внимательность. То это, знаешь, такой вот ареал. Два раза подряд. Семь. А, это может быть просто удивление святого Джека. Да. Ну, я вообще не знаю где он. Так. Брок, в общем, такой затормозил. Попытался тебя атаковать. Промахнулся. Видимо, угодил в воздушную яму. И сам был себя клювом за ноги. Мошара. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Джек. Летаю сюда и кидаю на мыслический заряд. Угу. Давай. Я снова пытаюсь надеть на него дру рукопашной атакой. Угу. Я так полагаю надо. Так. Это у меня. Так. Бонус рукопашный. У меня щелочная. Не вооруженный. Тридцать. Угу. Да что ж такое-то? Он орет. Он сопротивляется. Но попадает в дыру. Сейчас. Пусть они-то закрывают дырку. Угу. Ну и киньте на внимательность. Пятнадцать. Ты выбраться! Я крут! Вы видите, как с разных сторон к вам летят в рот. Ярухать! Аааа! Аааа! То есть, я туда подвергнулся. Валим. Валим. Давай, короче. Ну да. Давай этот. Чтобы их к нашим не везти. От наших вот туда дальше. Мимо грибов. А я попробую сейчас этот. Так. Во-первых, я не знаю где ты. Валим. Они не очень говорят. Да. Валим. А, повышали на них. Раз четыре. Ты слышишь вот этого. Аааа! Вичи, я смотрю на джеку светится. Одиннадцать. Он вышел из них в месте. Кто-то атаковал. Ты на него присматриваешься. Ты видишь, что он там светится? Так. 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 Слушай, нам бы как-то было взглянуть. У меня же есть дверь измерений. Да. Пошлись и гонем. Блин, а если они... Мне надо их немножко повести. Давай поведем. А потом это... А потом вернемся к своим. Мы, короче, летим. Идем. Бежим. Передвигаемся. Передвигаемся. Туда. Туда. Давай, где они все. Маск будет химия нас защищать. Вот тут плаги. Вы перейдите сюда маши. И вот она. Они от того. Все сразу отдают. Вы она так спрашивают. Я говорю, что все колдаши отдать деньги. И вообще. И все. Очки. Очки. Мотоцикл. Тут поляна. И вот отсюда. Ворота. А вот тут плаги. Знаете, что у вас идет очень интересная плага. Где вы? Сколько уроков? Нет. А где вы пилицу? Чек. А где вы? А где вы? Нет. За один раз здесь. Да. А если мы сейчас вот туда выскочим, и там как-нибудь исчезнем. Ну, если поскорство будет замерение, если поскорство будет замерение, то есть поскорство будет замерение. Надо спевать. Нет. Просто если мы не уйдут сосуда, если мы сейчас исчезли, то мы просто не будем замерение. А будут полететь дальше, и нам нужно на наш лагерь. Я же говорю, что надо везти от лагеря. Вопросы. Подожди. Вот плаги. Ужалили надо навстречу им. Ну, короче, бежим им навстречу. Все такое, и все. А-а-а-а! При задеваешь везгуна, и он орет вместе с тобой. Ай, я так не могу. Очень надо видать, да? Вы слышите, что там что-то произошло. Я на обиском цитирую матерную балладу, сочиняя на ходу, как мы быстро сейчас убьем всех вроков, как мы самые классные охотники на ктикулы. И что мы сейчас в ее честь просто коврики из вроков ей подарим. Ой, это врок. Ну, такого не было. Это тоже воров-мастер. Я хастую невидимость на ворону и отправляю её посмотреть, что происходит. Я просто отказываюсь. Бежали просто мимо них, короче, так туда. 7, 20, 60. Я сильный мой. Я не умру. Это твоё заклинание убить всех, наконец-то? Нет. А, у меня нет. И, собственно, вот этот ворон такой идёт сюда и пытается тебя жрать. Он тебя жрёт на 28 лет. Я далеко не иду, короче. Ой, мне юбилей 50 лет. Пояс заряды, пояс зарядки установились. Такой, у тебя есть полный пояс, Роман. И юбилей. У меня теперь один. Спасибо. Знаешь, как это было? Я тебе даю пояс. Пустой. Красивый. Нет, в рог. Вот этот такой сюда бежит. И пытается жрать Джека. Как сложно. На 14 урона. 12 по 19. Хорошо. Дали. Да, не затрали. Я, короче, акробатикой встаю вот сюда. Сейчас скажу сколько. Ну, ладно, всё равно хватит. 21. Ну, от второго в три. Три. И кастую крик. Он идет по конусу, вот, считай, я перед собой. Тебе вторят визгуны. И вот я всех задеваю. Это пять до шесть, и у них спас бросок по стойкости, сейчас скажу, какой, восемнадцать, если не прокинуть, они еще и оглохнут. Знаешь, те, кто оглохли, наверное, сейчас более чем... Счастливы, да, вопли. Так, по семнадцати уже была тишина. Если вы думали, что умный Барк на четвертом круге возьмет закрепление лечения террористов, то он есть. Ну, в принципе, я думаю, за Рауту добежишь, да. Так, вот этот круг, такой хочет есть, такой жрет Дерина, но промахивается, и когтями тоже промахивается по Дерину. Где король, за которым было бы сейчас так классно, мне спрятаться? Дома! Акробатиками на два... С братом разговаривает. А этот такой летит сюда, и пытается жрать Рауту. Дерина жрет, на один сторону жрет. Блин, блин, я Джеку отнимаю. А зря. Сколько у тебя сейчас хитов? Один. Хорошо. Хитов. Хит. Так, и она такая, короче, такая вот сюда. Хит. Ага. И дыхание огненное, во-первых, вот так вот, вот туда, конусом, чтобы вот это ее не спрятать. Вот это не зацепляет. Офисом, молодец. Я говорю. Смотри. А мне на такой же осталось, поднимай. У них рефлекс 15, а этого она еще укусает и бьет ковтями. Сколько урона? 31. Полный. Полный, да. Вот трое, кроме химии. А ту, которая укусает, еще как укусает. А ту, которая укусает, короче, атака укуса 22 попал. Да. Урон 11. Не шапкает. А когтями единица. Сейчас, сейчас, сейчас. 11 урона. От памяти уже скачет. Эх, как ты был. Что ты делал? 31. Да, не мой случай. Уму, и единица. Ура, идиница. Химера потеряла равновесие, попала на воздушную яму. И ко всем броскам сечение раунда получает 24. Да, турбулентность. Химера сходила. Так, так, ага, Химера сходила. Брок. Уйдет жрать Джека. Все время думаю, что Химера это вот дофигня. Промахивается, а когтями попадает по джеку на 14 урона. Хорошо. Я думаю, что он такой, ему тут не касается места, чтобы жрать Джека и Деррина. Деррина улетит сюда и пытается жрать миссии, но не жрет. Слышь ты? Слышь ты? Дерри? Я... 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 Делаю пятифутлы. Ну да. Что? Я пытаюсь вот... Сексист, расист, вот как-то... Делаю пятифутлы и доставаю кнут, пока пою, декламирую всем, плюс два к атаке, плюс два к урону и два, плюс два к возброскам от страха и очарования. Окей. Окей. Быть или не быть, во чем вопрос? Не напугаю. Достойно ли смиряться? Да. Деррин, обнови репертуар уже. Нет, нет, нет. Это было прекрасно. Я потом. Просим, просим. Где твои хиты, Деррин? Так. Больше... Да, Брю, где твои хиты? Умерли. Этот идет жрать Джека. Мир в нас. Бесмерный. Десять сейчас, да? Промахивается клювом, а когтями тоже промахивается. А вот это... О! Рамон. Еда сама пришла. Он пытается жрать Рамона клювом. 17. Промахивается и когтями тоже промахивается. Энджин. Только хвостик. Это просто удивительно, что по мне ей кто-то промахивается. Ты ему предыдущий быстро его засчитал? Да. Я его сразу посчитал, поэтому... Значит, вот этого хвостичка, который без крылышек. Это Рамон. Три стрелы, двадцать девять, двадцать, двадцать три. Попала. Двадцать пять и шесть. Тридцать один. И киса моя такая. Это кусь. Тринадцать. Нет, тринадцать не покусила. Одиннадцать. Пятнадцать. Пятнадцать. Покусила. О, лично. Это она когти. Угу. Два. Три. Плюс два. Пять. Пять у Рамона. Хорошо. Поцарапала. У меня ощущение пахнет мясом. Это кофе. Может тебе чуть-чуть побольше еды какой-нибудь дать? А за работе у меня кофе пахнет колбасой. Так. Рамон, приход. Вот. Пяти футовую вот сюда. И полки. Собственно, двадцать четыре. Двадцать три. Двадцать один. Угу. Семьдесят шесть. Не жалко тебе редкие зверюши? Ты гадь редких и тут до хрена. Мисси. Редкие тут. Это мы. Вон тот в рог. Жрет. А, вон третий. Жрет Мисси. О, ура. Он попал по Мисси. И он ее ест с Мисси. А, все, вижу, сколько у Мисси хитов. Отлично. Он такой ест. Ему вкусно. На дитостерона. Странно, что ему вкусно. Ну он, наверное, еще не понял. На безребет. Ну да. И он пытается по тебе попасть когтями. Но когтями промахивается. Я на него свободным действием гневно смотрю. В смысле, просто так смотрю. Он смотрит на тебя. Ничего страшного. И клетка. Мне нравится слово клетка. Я не помню, как правильно это происходит. Ну да, клетка. Но его, наверное, не клекотание. Но его нету в единственном числе. А во множественном что делаем? Клюквой. 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 Я стрелая. Требя. С семья стрелами. В эту. Требочка. Двадцать шесть. В девять. Двадцать пять. Восемь. А Рысь умирает. А Рысь почему не успевает? Он такой клёй и волбер в грибы. Он даже не оттёрт. Грустит и так шёл. Рысь грустит. А она такая, ааа, блин, он мёртвый. Рамон! Ой, так, всё так же, потому 27. Попал. С 24 урона не убил. Окей, тогда следующая угроза крита на подтверждение 18. Подтвердил. Будешь брать бумажку? Нет, я буду брать 51 урона. Это не плюс вот тех или плюс? Это плюс тех, которые были к тем 24. 24 плюс 51? Да, это будет 75 получается. Убил. Ага, тогда у меня ещё рассечение уже. У вас окорочка просто готовы практически. А я говорила, что он неплохой волбер. Мне радует. Только пиццу хорошо, знаешь, готовят с соусом вот так вот. И ещё 25. То есть это 52. Урона? Вот этому, да. Ага. Ага, объём. Ага. Ага, объём. Ага. 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 Химера. Я вот со стрелами не знаю. По-моему она на одну, а вот уже одна атака четырьмя стрелами. Ага. 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 Амочки. Там был один. ầм επеевнерги. Наверное. У меня один вопрос, они все бывшие маги? Ну вот никии да, никии все бывшие маги. А у меня бывшие маги? Ахга. А я говорю, ребята, а а как отсюда выбраться нам в твоей форме? Ну я не знаю. Ясно. И мои ночи тут. А где живёт ногтиков? Где-то за морем. Ага. Вот там море, да? Вот куда мы шли? Тут везде море. Ага, а в каком месте за морем? В любом? За морем. И тут шестьдесят островов. Я бы ее видела. Куда? В каком направлении? В полном. Пошли в том же направлении, туда, за морем. Да. Я думаю, как бы из этой ее угодья она знает, как отсюда выбраться. Или она нас убьет, или мы выберемся. Одну из двух, я считаю. Действительно. Ну, я не настолько глупая, чтобы считать, что мы можем победить лорда демона. И выжить. Ну да. В смысле, просто победить. Да. И выжить вообще, в принципе. Так, вот как нам показали, если мы спустимся... А ну, пошлите, короче, к воде и там посмотрим. Да? Идем туда. Окей, и вы такие идете? Симич на внимательность? Я могу? Сим, шестнадцать. Сим, шестнадцать. Сим, шестнадцать. Вы такие идете, углубляетесь вот в это грибное царство. Такие грибы там маленькие, большие, там огромные грибы такие вот, у которых шляпки могут, не знаю, быть лодкой. Вы видите, что? Вам кажется, что это какой-то шевелец. Ну, то есть, все это грибное царство, оно не просто такое вот грибы, а какое-то шевеление там происходит. На, внимательно. За вами идут нотики. Я вам нотику спрашиваю, что там происходит? Ну, это там грибы. Почему они шевелятся отживые? Ну, там есть все их слуги. Кто микоиды? Микоиды, наверное. Нет, они называются споровые слуги. Кому не повезло, тут и слуга. А, то есть, кто мимо и кто не убежал, понятно. А еще вот микоиды там есть ходят. Ой, пойдемте просто тихонечко мимо них в квартире. Идем так тихонечко, стараться не привлекать внимание. Вы идете и... Давайте посадишь пока отраву в сутки. Где-то... Там... Врок. Это запас еды для химеры. Ну, я думаю, минут десять прошло. Ну, если прошло, то я это... Вытряхиваю его и... А тут так... Я обратно не закрываю. Я говорю химере, что у нас есть запас еды там. Живучий врок. Химера вокруг тебя радостно прыгает. Так что, как проголодаешься, оно там как раз дохнет, и ты сможешь его съесть. Пойдем, лапками. Идем. Вы идете такие, видите, что вам навстречу выходит... Человек. Ну, он такой в оборванной одежде такой... И выходит чуль. Ой... Это такое насекомое... Очень нестанокое такое. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Кажется, им не повезло. А давайте вы отойдете. Мы сейчас пройдем. Мы сейчас пройдем. По-моему, они вас не слышат. У них, наверное, спорные спорные. Мне кажется, у них уже глаза на компьютерной игре. Такое было, я знаю. Спорят, спорят, спорят. Ни черта не слышат. Чулак тоже выглядит так зомби. Да. Ребята, бежим. Обратно? Нет, мимо них. Бежим. Бежим. Мы такие схемеры делаем на них натиски, пытаемся их уронить. Давай. Так-дым, так-дым, так-дым. Так, окей. В общем, человек берет такой и пытается тебя толкнуть в ответ. Слышишь, ты! Сам ты! Да. Ты чё? Сам чё? А чё слышу? Давай. А, насируешь? Да. Тринадцать? Он тебя толкает. Да, помни. Да, не так сказать. Он тебя толкает. Ты видишь, что между грибами такая вот как будто коричневая плесень. Вот. И он тебя туда толкает. И спас бросок по стойкости. Ой. Не люблю спас броски по стойкости. Десять? Одиннадцать. Ты классный. А сколько у тебя хитов? Дай вам. Одиннадцать. Я классный. А, вон, куда. Да. И вы видите, что плесень вверх. А, блин. Ты чё молчала? Не лезь, ты плесень. Сказал бы вам я. А вы ещё сколько хитов признавайтесь сразу. 49. И чё? Я тоже сейчас считаю. Чё за стол. Одиннадцать? Да. Пять. Пять. Одиннадцать. Да я как на лонд. Он тебя на двенадцать... Плесень такая, как будто пожирает твоё тепло на двенадцать угол. Холодно. Я пойду в плесень. Сколько у тебя хитов? Стоим. Минус один. Мы уже не успели отметить, а ты уже... Я успел. Да? Ты переходи в плесень. Отметим юбилей новой почини. Не будем откладывать. У нас тоже хорошая цепь. Окей. Вы мне нравились. Вы классные. Так. А вот этот чугуль берёт химеру и тоже её толкает. Химер на силу. Ты? Слышишь? Ты? Пятнадцать. Полкнул. Тоже такую. Оп. И пусть химера тоже на стойкость кидает. Вот. Чё б я знала. Сейчас я забью на стойкость. Ээээм... Так. Стойкость от чего у нас нет? От всего вложения? От всего вложения? Да? Десять? Ты глянь, мы с ней прям как родные. Она тоже получает двенадцать урона. Холодом. Так. Так. Химера сходила. Ага. Вы видите, что артуста вот из среди грибов. Я не знала, где находится. О! О! Идеально. Малин. Малин. Они еще и ползают. Да. И у них еще глаза есть, артули, шляпки. Они из Рязани. В чём? В чём? Девчонка. Ну, идёт, а не влязёт. В зелёное зле. Угу. В чём или нет. В чём или нет. Угу. 18. Один. Классно. Слишком радостный мастер, где тебе дело? Я пошла. Где мой чемодан? Сейчас, сейчас, сейчас. Бери портфель. Пошли, да. Кинь урон на этот выстрел. 9. Ты себе попадаешь по лицу. Тетевой. Ладно. Так, нищи. Они все правы. Ладно, пока шар огня. Короче, вот сюда. Окей, давай. Нет, нет, нет. Сначала отхожу пятифутером, а потом шар огня. Да, хорошо, давай. Ты, получается, чуля задеваешь и грибы? Да. Да, да, да. А сколько уже не задель вам? 17 все так же рефлекс. Так, а куда ты стреляешь шаром огня? Вот, в эту клетку, да? У них радиус 6 метров. Да. Радиус 4 клетки. Ты задеваешь обе плесени. Она сейчас в метро. Да. И она такая херак выросла. Мне кажется, ты не правильно поняла, как работает эта плесень. Не смотри на них ими глазами. Упс. Я не специально, я не хотела. Я просто глупенькая. Можно мимо грибов пробежать. У себя же грибы. К примеру, вот сюда такая хром и вот этого человека грызет рогами и всем остальным. Там рогами промахивается, 19 на зубы попало и 26 на когти, 25 урона. По человеку 25 урона, хорошо. Так, грипп выпускает поры. И вон тот грипп тоже выпускает споры. Видите, пожалуйста, кто там рядышком? Химера и Дерин на эти, на стойкость. Химера 14, Дерин 7. Вот как надо играть! У меня плюс 11, я не могу 7 выкинуть. Неудачник! Я могу 6 выкинуть. Ты не успел задержать дыхание? Я могу. И вдохну в себя немножко споров. И, пожалуйста, на проценты. 75. Тебе нравятся споры. Я наркоман. У тебя, знаешь, возникает такое странное ощущение, что твое сознание постепенно ускользает от тебя, а интеллект притупляется. Я говорю, я наркоман. Они прям какие-то эти... Покурим. Да. Это точно волосы? Умир-умир. 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 Умир-умир сломался, да? Да, Зараки сломал мастера, но Зараки тут ни при чем. Умир-умир... Умир-умир сломался. Умир. Человек. Берёт и опалачу, не все� Benny. Ааа,uci eseઙ of Neer кидает. Ну нет! Он берёт Джека и кидает на спину. Ну нет! Он с130 берет Химеру и кидает на спину. Он не сможет, а он умер. Он сломится. uary-мнеси. Самый! Красавчик. Основный. День 12. Сейчас. Но у него не получилось. Я бы словно не упал бы. Делин, смотри, после отдыха тебе надо будет кидать на мудрость. Навожу, спас бросок по воле. И если он будет неудачный, то у тебя будет в этот день минус 2 континента. 39 уровня. Человек. Хватило, он умер. Ребята, пошли грибов быстренько дальше. Давайте не будем с ним играть. Грибы есть, я играю по инициативе, дальше как хотите. Пробегаем. Беги мимо. Пробежишь мимо. Грибы выпускают споры. О, кстати, вот этот гриб такой. Я лучше всех соберу и телепортуруюсь. Да ладно, это не весело. Вот этот гриб такой берет, постепенно начинает наползать. Так, кто первый бежит? Энжин? Нет, получается. Окей. Ты пока бежишь, он выпускает в твою сторону споры. Каким, пожалуйста, спас бросок по стойкости? Ага. 18? Тебе нормально. И за кошку. Наверное, наверное, да. И, соответственно, что-то со стойкостью. Кружки на двери, наверное, так же единицы. О, кошка останавливается и начинает что-то копать в земле усиленно просто. Так, пыл! Кошка копает. Нашло время. Я кричу в мире. Хендера, хватай кошку. А, ну ладно. Я, короче, хватаю кошку и бегу туда. Кидай, спас бросок на стойкости. 19? Тебе нормально, ты бежишь. А кошка мурлычет и трется об тебя и вылизывает тебя языком. Ух ты, такая няняшная. И точит об тебя когти. И вот такая вся. И еще пытается тебе на плечо залезть на голову. Я Растамана. Узнаю ее издалека. Вам с ней нормально. Вам с кошкой отлично. Отлично. Вообще прекрасно просто. Она пытается съесть тебе на голову, чтобы хвост вот так вот нам попал. А я вот так бежу на лапу и так с ней. Она с тобой танцует. У нас весь волну цирк. Химер не считает. Химер не считает. Сейчас посмотрим, как она прокидит свою стойкость. Ты меня головами сейчас там подпевать будет. Я бегу. Тебе не надо кидать на стойкость, потому что ты мертвая. Ты меня бесит. Самая добрая. Пробегаю 21 стойкость. Ну очень. Химера. Химер? Летит повыше. Наверное, это помогло. А, ну вот тогда химер нормально. Ты когда слышишь в голове голос, химера тебе тоже саму тебе анекдоты рассказывает. Прикольная такая, ржет что-то. Ты не очень понимаешь, что она с тобой разговаривает. Но смешно. Нет, слушай, анекдоты все нормально. Будем здесь пространить. Ребята голосами-то сразу-то, конечно. Еще и в Блицах. В Блицах можно рассказывать. Да, Блицах. Театр родной химеры. Кто у вас первый был? Я. Подожди, Джек, ты не хочешь? Я просто жду, когда... Ты не можешь телепортироваться, я телепортируюсь. Джек, ты телепортировалась. А, ты ж сходи, ну я тебя и забыл, да? Я телепортируюсь. Да, ты молодец. Джек такой, какие грибочки. Какие идиоты. Останись с грибочками. Тебе кажется, в общем, ты и вспоминаешь, что есть такие споры, которые разносят безумие. И превращают человека в споровую слугу. Если через три дня, ну как бы человек может вылечиться от этой болезни, переборолся ее, прокидывая на горбус подбросок по воле. Ой, по телосложению. Вот. Но, если не прокинул, то через три дня он умирает и становится слугой грибов. А у меня есть. О. Ну вы справились на про восстановление? Ну чё, ну правда же есть спосок. Могу у посоха постучать? Она будет тебя стучать в посоху. Давай. Так. Это третий круг. У меня уже есть. Стандартное действие. Он активно извечивает все болезни, включая паразиты, слизь и так далее. Вот. Паразиты. То самое. Стучу по нему. Пофиг. Да. Может быть. Ну не кастуй, зачем это мелочи все. Умно бы вклицали. Делин, прекрати. Да. Знаешь, типа, с Делин приходит так. Ну нафига? Ты туда полез. Это не я. Это ж репы. А, да. Ты вычеркиваешь одно взгляни этого круга и кастуешь на Делин. На Делин в своей голове проясняется. А еще были все ровно спорили. Те анекдоты, которые рассказывал тебе Химера, превращаются в какое-то, знаешь, это блеяние. Ну это что, блеяние. Дракон, ты чего блеешь? Я же дракону сдал. Посох восстанавливается за день или нет? Он не помнит. Посох восстанавливается или нет? Да, конечно. Зададим. Завтра еще ко мне немного постучать посох. Надеемся, что больше что-то не будет. Я иду первой. Как всегда, в джеком идет первая. Да, внимательно. Видишь? На что-нибудь еще? Секлые пряди. Я причем невидимости и иду рядом с Дарьем. Двадцать на внимательность и пять на полу слух. Да, разведите. Не уходите. Внимательность. Внимательность девятнадцать. Внимательность девятнадцать. Внимательность девятнадцать всего. Внимательность. Внимательность девятнадцать. Л Britannica. Внимательность девятнадцать. Внимательность девятнадцать. Двадцать в hala, в четыре. Вы услышите плеск воды недалеко. Вы ходите в лягу средства ? Здесь растут большие, огромные грибы с огромными шляпками. Больше трёх метров. Из-за некоторых грибов такие выползают. Угадайте кто? Это чудо. Нет, это ничего не будет. Лошади? Это не лошади. Это одни из моих любимых моих. Да. Сколько ж у вас тут? Четверо. Четыре. А сколько у нас тут? Четыре. Пойдёмся. Уже без пяти восемь наверное уже не будет. Ну тогда, дай-ка. Спасибо.